приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет мы рассматриваем трудные места священного писания и сегодня у нас действительно такое необычное вот место цитата из 81 псалма где сказано буквально следующее бог стал в сонме богов среди богов произнес суд и явно возникает недоумение это что же такое вообще творится вроде бы бог один или что же богов много и о каких богах здесь вообще идет речь и что это за политеизм такой на самом деле братья и сестры вот если мы посмотрим текст этого псалма то речь идет конечно же вовсе не о богах потому что никаких богов вот в языческом понимании нет а есть только бесы искушающие людей которые выдавали себя за богов и через это отводили от почитания единого истинного бога вот все язычество это демона поклонничества но речь здесь идет о людях ибо вообще изначально человек был призван к божественному статусу и и изначально человек был поставлен на пути обожжения и спаситель нам на самом деле возвращает этот путь чтобы мы через приобщение господу через стяжание благодати святого духа действительно достигали обожжения вот как говорили об этом святые отцы святитель афанасий великий преподобный максим исповедник и другие что сын божий стал сыном человеческим дабы сыны человеческие соделали сынами божьими и даже говорили так что бог стал человеком чтобы человек стал богом но конечно же богом с маленькой смысле не по природе потому что только один господь бог творец всего мира есть собственный бог а богом по благодати как приобщенный благодати божией а вот в данном псалме речь идет о людях которые наделены определенным божественным статусом и в данном случае подразумеваются судьи ибо судья он решит чью-то участь казнить или миловать оправдать или осудить спасти от казни или же поступить строго по закону вот особенно в те времена это было все достаточно жестко у судей и вот суди в данном псалме они называются богами с маленькой буквы поскольку им наделен вот этот вот и уделенным божественный статус производить суд на земле среди вот других людей сейчас мы поймем что это именно так и прочитаю псалом он очень коротенький бог стал в сонме богов среди богов произнес суд доколе будете вы судить неправильно и оказывать лицеприятие нечестивым то есть он обращается к этим судим которые наделены божественным статусом правом судить но эти судьи оказываются безответственны и не соответствуют своему собственному назначению они проявляют лицеприятие то есть оправдывают богатых которые дают им взятки и осуждают обвиняют бедных и пророк обращается к ним а точнее сам господь их обличает и говорит давайте суд бедному и сироте угнетенному и нищему оказывайте справедливость избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых то есть суд ваш не должен быть лицеприятен вот как у господа господь судит невзирая на лица человеческое невзирая на его богатство бога невозможно подкупить и как не пытайся ты накопить какие-то богатства или что-то предпринять ты не сможешь купить у бога к себе снисхождение если не исправил свою собственную душу если не очистил свое собственное сердце то есть суд божий подкупить невозможно и суд человеческий он тоже должен быть таким неподкупным нелицеприятным и поэтому неважно кто перед тобой ты суди по правде и справедливости по законам которые назначены а вот эти судьи к сожалению поступали несправедливо пророк дальше про них говорит не знают не разумеют во тьме ходят все основания земли колеблются действительно когда нарушаются суды когда несправедливость начинает царить в государствах то колеблются основания земли колеблются основания народов об этом здесь и сказано дальше продолжают я сказал вы боги и сыны всевышнего все вы но вы умрете как человеке и пойдете как всякий из князей вот здесь опять-таки указывается что речь идет о людях которые призваны к обожению которому уделяется статус божественного суда на земле которые должны быть сынами божьими сынами всевышнего но из-за того что они несправедливо поступают они умрут как и прочие человеке и падут как всякие из князей из таких вот грешных князьков обреченных на суету и поэтому на всякую неудачу вот спаситель наш господь иисус христос он кстати тоже цитировал эти слова вы боги и сына всевышнего все вы и он говорит что эти слова обращены так названы те кому обращено было слово божие то есть кому господь обращался то есть это люди а в собственном смысле конечно же сын божий только вот господь иисус христос как предвечно рожденный от бога отца как 2 ипоста святой троицы но люди призваны к единению с ним и вот по толкованию в частности блаженного феодорита кирского здесь речь идет именно вот об этих судьях которые забывают вот этот божественный статус и поступают крайне несправедливо за это они и сами становятся судимы богом как высшим единственно истинным неподкупным нелицемерным судьей и мне еще что вспоминается вот просто вы не проскакиваете мимо вот этих мест священного писания это все очень важно помните когда моисей идет к фараону точнее не идет а еще он боится пойти господь его уже избрал и говорит что вот иди и ты выведешь народ но как это возможно моисей он не был настолько ну чисто по-человечески мужественным каким таким вот активным мы видим что он был достаточно смиренным кротким хотя он очень любил своих единоплеменников и готов был жизнь за них положить но вынужден был бежать долго скрывался и вот господь его призывает а моисей говорит ну как же так я же косноязычен как я могу проповедовать как я могу стать лидером если я вообще толком так говорить не могу понимаете не может быть лидером тот кто двух слов связать не может чисто по-человечески да не может быть лидером тот кто не произносит таких вроде бы красноречивых речей у кого язык но в силу каких-то природных его способностей он косен и гугнив поэтому о чем тут вообще говорить и неожиданно на это сам господь отвечает моисей и сказал и вот это очень интересные слова и говорит ему я поставил тебя богом для фараона аарон будет пророком твоим то есть господь бог который над нашим миром всемогущий творец всего он моисея ставит богом над фараоном ну конечно в таком земном смысле а вот что интересно ведь фараон он сам почитался за бога живого у египтян за проявление там бога ра или какого там иного бога египетского но именно египтяне почитали своего фараона как божество и впоследствии когда александр македонский посетил египет он настолько тоже вдохновился в кавычках вот этим обожествлением фараона что он написал греческим полисом такое письмо что он тоже хочет быть богом и на это ему ответили ну что ж пусть александр сын филиппа будет богом если он этого хочет вот слышать все это конечно смешно как можно просто так взять объявить себя богом считаться каким-то божеством мы знаем что потом александр македонский был но просто как он умер говорят кто говорят отравил его кто-то просто что он отравился во время одного из перов но какое же тут божество которое легко отравляется во время чревоугодия на каком-то языческом перу ничего тут божественного нет но фараон египетский он именно почитался как божество у египтян и тут вдруг происходит что-то невероятно что господь говорит моисею ты будешь богом для фараона потому что божественный статус фараона он никакой ну что же за божество если он вообще не знает истинного бога а вот и мы си ты для него будешь как бог но в земном смысле смысле как судья повторяем именно в этом смысле ведь вот как судьи они решат чужую участь вот так и моисей тоже судил фараона и решал его участь конечно же по воле божией да нужно было моисей превращал реки в кровь и там все живое умирала и фараон тут же вот приходил в такое вот сокрушение и вроде бы соглашался отпустить богоизбранный народ потом правда опять возвращалась к своей гордыньке и отказывал но тогда следующего казнь и вот так вот 10 казнь то всяких там мух пёсих мух наводили то жабы лезли во все дома египтян то какие-то язвы их поражали так вплоть до последней казни когда умер каждый первенец в египетских семьях то есть очень страшной казни мы видим что моисей действительно выступал как некий такой вот судья для фараона и египетского языческого народа то есть моисей поступал по вот этому вот божественному статусу судьи ибо это право было дано ему богом а арон был его пророком пророком моисея перед и перед израильским народом ну и перед египтянами потому что арон мог говорить а всякий пророк это словесное служение это возвещение воли божией то есть вот такие вещи мы видим священное писание в священном писании их надо понимать речь идет определенном божественном даре о статусе суда но и при этом самому нужно быть всецело верным и преданным высшему суду суду божье самое последнее что хочется сказать это то что вспоминается из древних потеряковых сказаний что преподобного макария египетского вот опять-таки египет тут у нас перед нашим взором преподобный макарий египетский он же макарий великий его называли богом земным а называли почему потому что он тоже вот уподоблялся божественной благости и там в потеряке сказано так потому что как господь бог своей благостью покрывает землю и не спешит карать грешников вот также и святой макарий египетский он своей благостью покрывал каждого и не спешил осуждать не спешил карать а как господь он солнце свое и над злыми над добрыми над грешными праведным посылает в надежде что грешные со временем раскаются и станут праведными и а преподобным макария также говорилось что часто когда чадо его испытывали какую-то вот острую нужду и бывали в искушении и тут же преподобный макарий вдруг являлся им и помогал потому что будучи вдали он чувствовал благодать и божий ему это открывал и он тут же являлся ему помогал а было также в одном случае когда ему надо было передвигаться идти куда-то вдаль и он испытывал немощь но помолившись святым духом был телесно перенесен в то место и оказался там сверхъестественным способом вот это есть то проявление божественных даров на земле когда некоторые люди святые конечно уже здесь на земле достигают обожжения и божественная благодать через них действует явно вот дай нам господь хотя бы немножко стяжать этой благодати конечно же помнить свое место потому что мы очень грешные немощны и не можем мы быть вот такими судьями на самом деле нам не дается это право кого-то судить лучше знать свое скромное смиренное место а через это спастись и быть вместе с господом единым истинным судьей и дай бог всем нам достичь оправдания на божьем суде ну что ж братья и сестры вот мы рассмотрели этот псалом и эти слова я думаю что есть о чем задуматься и на чем размышлять нам в ближайшее время храни вас господь до скорой встречи